По взгляду все нормально, меня не освещает прямо под светом, да? Камера? Все нормально. Смотрю камеру, да? Поехали туда. Просим, чтобы она молчала там или неважно. Наташ! Да? Потише можем? Слушай. Не-не, ну а сейчас пишется уже все? Да, окей. Замрите. Замрите, да. Что вы пожелаете молодым творческим людям, которые хотят себя реализовать в разных сферах кино, театра, живописи? Я пожелаю молодым творческим людям прежде всего оставаться людьми. С большой буквы «Л». И я, если передо мной станет выбор замечательный, талантливый человек, актер, либо хороший просто человек, я выберу хорошего человека. Талантов огромное количество. Очень много в разных сферах. А вот добродушных людей, людей с доброй душой, очень мало. То есть талант можно развить, если есть человеческие качества? Да. Мне сейчас такое количество талантов на сцене, которые смотреть на их талант тошнит и слушать то, что они проповедуют в своих спектаклях, не хочется совершенно, потому что они выворачивают себя наизнанку, а в этой изнанке ничего кроме грязи, насилия, комплексов, извращений нету. И таволга цветет. Вот это антивирус. Это антивирус. Это на таволге, он же лобазник. У вас, говорит, александритский лист есть? Нету. А сено? Есть. А кассия? Нету. Это что кассия, что александритский лист, что сено. Это все одно и то же. Так же, как и тут. Лобазника нет, а таволга есть, да? Вот на таволге делается вот эта вот микстура. Она где-то пополам с водой, где-то градусов 20, 22, 25, вот так вот. Для профилактики ОРЗ, ОРВИ, гриппы, ну вся хрень, все абсолютно. По чайной ложке три раза в день. Можно чуть-чуть. Оно горчит, но очень душистое. Это просто замечательно. А целиком это все растение противораковое обалденное. Так, люди, милые, не надо ждать, когда вас шарахнет по башке. Ну сделайте вы для профилактики хоть что-то. Ну, сначала выпила воды, дала собакам пожрать, села на велосипед, они уже быстренько съели, и они за мной следовали. Когда я прихожу, наливаю себе Амела Сафора Саберинг с клевером, это то, что сосуды мои поддерживают в хорошем состоянии. Возраст моих сосудов 48 лет. Это в мои 80 с восиком. У меня сосуды 48 лет. Что я делаю? Я оставляю рвачей без работы. Ты. Это никаких шунтирований, это никаких стендов, это никаких... То есть никакого... Да, у меня может подниматься давление и очень высоко. Потому что я человек эмоциональный, у меня может зашкаливать. Но сосуды у меня должны быть как физики. И они все дадут вот это вот... Мои эмоции, они должны все вывести. Вдруг что-то перепарют. Ну, я там один из мальчиков был, я думаю... Ну, мы, наверное, очень долго стояли. Вот, пчеловод сжалился и вынесла на огромном, там, в общем, в таком лопуще, значит, солидный кусок сокового, теплого меда. Прямо-таки внизу я выглинутый, пахучий, невероятно, да. А на чем был основан этот метод, если вот основные моменты? Ну, метод заключается, в принципе, в том, что есть расщепление синий. То есть она форсирует свое развитие с этого, после весны. И там есть, постерегает пчеловода, значит, пчеловода, который хочет учить больше меда. Опасность, значит, вот, как бы сказать, переключение энергии пчел на рожение. То есть она начинает сам выращивать массу пчел, или они пойдут на сборные воды, будут там эти рекорды, или приличные сборы, или это пойдет на образование новой семьи. Единственное, в Москве я кредитовали в январе 17-го года манистерские программы для того, чтобы был государственный диплом фактически приготовьте. Можно за 2-3 года, имея другое высшее образование, сейчас поучить профессию режиссера, режиссера области шоу-программы, даже балетмистера хореографа. Конечно, они не начнут танцевать потрясающе, но ставить, почему бы и нет. И вот, более того, и в области дизайна, это эмоцион-дизайн, и анимационный дизайн, и дизайн среды. То есть, это все нужно делать. Это переподготовка журналистов, которые, может быть, уже работают в профессии, но сейчас они получили какие-то современные способы. Они очень хорошо оснащены, наверное, не только мы и другие. Спасибо вам, хорошего вечера. Ну и, как его зовут? Джон Грант. Джон, да, Джон Грант. Джон, это тебе. Может, кто-то считает себя некрасивым. В конце вечера я появлюсь. Пока. Грузак.